Здравствуйте, это Рынки Позиции в студии Елена Хрупова. Битва о фундаментальных и технических аналитиков продолжается, но накануне у нас был очень неожиданный день с точки зрения рекомендаций, поскольку были солидарные представители и технической, и фундаментальной команды. Напомню, что за фундаментальную команду у нас выступает Владимир Рожанковский, директор аналитического департамента ИК ОК Брокер, а команду технического анализа представляет Михаил Дорофиев, руководитель аналитического отдела спецпроекта Vision Hedge Fund Dream Team Investments. Так вот, рекомендовали оба эксперта наших, не сговариваясь, сразу говорю, рекомендовали покупку Палладия. Ну, правда, команда технического анализа рекомендовала через покупку фьючерса, а команда фундаментального анализа была более изощренной и все-таки ETF рекомендовала. Вот хочу обсудить с вами, Михаил, давайте обсудим вашу рекомендацию через фьючерс. Какие затраты, расходы понесет человек, который будет покупать Палладий через фьючерс, и сколько он заплатит через ETF? Вот в чем плюсы и минусы этого? Спасибо за вопрос. Я надеюсь, что вы сейчас покажете телезрителям табличку, которую я подготовил заранее. На самом деле, наверное, покупка фьючерса, она больше подходит для крупных игроков, и она имеет свои преимущества и недостатки перед ETF. ETF – это, по сути, акция, и она будет требовать меньшего гарантийного обеспечения. Вот сейчас вы видите на экране сравнительные характеристики этих двух инструментов финансовых. Во-первых, недостатком фьючерса является то, что он имеет срочность и дату экспирации. И по наступлению этой даты, если у вас долгосрочная стратегия, вам придется перекладываться, и, как правило, это не бесплатно. Но это если поставочный или расчетный тоже? Ну, любой фьючерс имеет… Экспирация – экспирация. Нужно ее не проспать. Ну, конечно. Давайте сейчас Владимир вам тоже слово дадим. Да, вот. В этом плане ETF выкупили, и желательно поставить стоп-лосс, и все, и сидите, ждете вашей цели. Но цель, по моей рекомендации, была не такая же долгосрочная. Я думаю, что она вполне реально достичь в течение этого контроля. А расходы какие понесет и в первом, и во втором случае? Комиссионные примерно одинаковые. То есть там в районе 20, где-то 15-20 долларов будут расходы при покупке одного лота ETF. Вот мы как раз сейчас видим таблицы на экране. И если мы берем фьючерс, то там будут чуть-чуть поменьше расходы биржи и брокеру. Различие сильное в гарантийном обеспечении. То есть там вы видите, да, на экране то, что это примерно раз в 10. В 10-11 раз больше. Но в чем преимущество фьючерса? В том, что он торгуется дольше, чем ETF, и это более управляемый инструмент. Вы можете при первой возможности, я опять же рекомендую стоп двигать на без убыток. Как только это будет возможно. ETF в это время может не торговаться. И он более рваный график. То есть там вам нужно по-другому работать со стопом. Выстраивать иначе стратегию. Вот мы у Владимира сейчас и спросим. Добавлю только то, что на ETF и на некоторые есть тоже опционы. Это надо смотреть в системе торговой. Если вы хотите, да. Это какие-то очень сложные инструменты. Да, понимаете, опционы на ETF это, конечно, вещь себе. Это отдельная история. А если посмотреть взаимную динамику физического паллада ETF, отличается она чем-то? Ну, смотрите, вот как раз due diligence для каждого заключается в том, что нужно выбранный ETF обязательно проверить, насколько он коррелирует с базовым активом. Не все ETF-ы одинаковые. Те, кто торгует давно, они могут их видеть и могут знать тех, кто делает инкорпорирование ETF-ов. Есть добропорядочные компании, там, SPDR, iShares, ну и так далее. А есть малоизвестные. Вот с малоизвестными всегда вот я рекомендую делать такой тест, который представлен на этом графике. Я взял в одной системе координат, в Лумберге, это команда HS, Historical Spread. Я построил эти два графика из одной точки и посмотрел, насколько они коррелируют между собой. И выяснил, что в пиковых случаях они коррелируют не более чем на 5-8%. Обращаю внимание, это не процентных пунктов, это процентов. Значит, что если вы, например, заработали 20% на некоем активе, то ввиду расхождения в какой-то неблагополучный момент вы можете потерять процент. То есть заработать вместо 20-19, например. Это весь ваш риск, собственно говоря. Это весь ваш риск в случае с ETF? Да, в случае с ETF это весь ваш риск. Если вы базируете свой прогноз на базовом активе, извиняюсь за тавтологию, но вы вместо базового актива вошли в ETF, то, собственно говоря, расхождение между динамикой первого и второго это и есть ваш риск. Вот, Михаил, есть вопрос, кратенько, если можно, от Марата, который пришел на адрес электронной почты батлсвакрбситв.ру. Можете также присылать туда вопросы, комментарии, пишите в твиттер, обязательно ответим. Ну и напомню, что у нас на текущий момент 2-2. Засчитываем мы и одной, и второй команде, конечно же, победный балл в связи с тем, что рекомендовали они покупку Палладия одновременно. И сейчас счет все-таки продолжит оставаться в пользу фундаментальной команды с начала текущего года. Это 49-47 с начала года. Михаил, возвращаясь к вопросу от Марата, насчет Палладии и Лонг прогнозов по золоту с треугольником. Золото вроде как этот огромный треугольник уже отрисовало, а золото и Палладии имеют огромный коэффициент корреляции. Вам не кажется, что Палладии просто отскочит от верхней границы канала, в котором он зажат вслед за падением золота? Спасибо огромное за вопрос. Вообще, у нас есть бесплатная сеть Vision, можете там вопросы задавать бесплатно, и я буду отвечать. Потому что здесь мало времени. Во-первых, треугольник воображаемый. Пока нет выхода из треугольника, это может быть все, что угодно. Я говорил, что нужна точка входа, хорошая, опорная. По поводу Палладии я смотрел на график без привязки к золоту, то есть абсолютно абстрагирован. Там была четкая точка входа, хороший стоп-лосс. И я уже сказал, что как только будут обновлены максимумы, нужно стараться подвинуть стоп-лосс без убыток. Я уверен в себе, но я никогда не уверен на 100% в каждой сделке, потому что это рынок. И я просто выбираю сделки, которые с хорошим потенциалом, и статистически это дает возможность зарабатывать. Вот, такой ответ. Может быть, все, что угодно, как сегодня, например, с японской иеной было. Технически она хотела очень хорошо порасти, а фундаментально... Оснований не было. Оснований в одну секунду изменились. Ну вот, бывает и такое. Это форс-мажоры. Владимир, вам тоже есть письмо от нашего телезрителя. Я только хотел спросить у Михаила, Палладии держим, правильно же? Ну, пока держим, конечно. Пока предпосылок нету никаких... Это уникальное единение мнений двух противопорствующих команд. Ну, так одно другое дополняет, по идее, в идеале. Прекрасно. Один ETF, другой фьючерс держит. От Евгения Давыдова вопрос. Здравствуйте. Фундаментальному аналитику отчетность компании Tesla Motors, уровни Take Profit, а также Dow Jones, Trend, Take Profit и прочее. Так, ну я там выслал график, не знаю, если его успели обработать. Вообще могу сказать, что я начинал свою карьеру 20 лет назад. И это было даже не в России, а в Лондоне. И за все это время я не проинвестировал в качестве портфельных инвестиций ни в одну акцию с негативным кэшлоу. Я не знаю, заслуга это или недостаток, потому что я многие потенциально отличные инвестиции, наверное, проморгал своим чрезмерным консерватизмом. Но Tesla мне не нравится именно потому, что это, собственно говоря, инновационный проект. Я считаю так, что в инновационные проекты должны инвестировать люди, которые тяготеют к прямым, а не к портфельным инвестициям. Попытаться сделать два в одном, то есть проинвестировать как прямой инвестор, да еще и получить хорошую портфельную прибыль, как правило, удается редко. Нам уже нужно приступать к рекомендациям сегодняшним. Рекомендации на сегодняшний момент, если человек верит в Tesla, он может держать ее, но это будет долго, 2-3 года. Но я вот на его месте бы сейчас ее продал и проинвестировал в акции роста. Не в акции перспектив, но в акции роста. Спасибо, спасибо, Владимир. Я имела в виду то, что нам нужно заслушать уже рекомендацию сегодняшней технической нашей команды. Михаил, пожалуйста, ваши 2 минуты. Спасибо большое. 2 секунды про Tesla. Если бы я смотрел чисто технически, я бы советовал держать это раз и, возможно, покупать с целью достижения исторических максимумов. Точные уровни не помню, потому что график, к сожалению, не успел посмотреть в детали. Дальше. Моя текущая идея сегодня – это я всю неделю покупаю. Почему? Потому что не хочу играть против денег, которые вливаются в экономику европейским центральным банкам, которые не изымаются из экономики федеральной резервной системы. И, возможно, японский центральный банк тоже может скоро нас порадовать деньгами, потому что видно, что рынок этого требует. Против такого количества денег, ну, бессмысленно продавать, поэтому я все покупаю. Сегодня моя идея такая. Я хочу предложить вам купить ETF, который имеет такое название AMLP. Это ETF из энергетического сектора США, торгуется на Нью-Йоркской фондовой бирже. Я рекомендую покупать. Почему? Потому что, во-первых, тренд развернулся, была сформирована промежуточная модель в импел, выход из него был вверх. Теперь очень краткосрочно, вот там на самом верху образовался маленький флаг, и с хорошими предпосылками можно покупать 100-1.68, покупка в диапазон 12-12.22, и цели первые – это 13-2, и вторая – это 14. Опять риск прибыль отличный, ничего не гадаем, мы просто берем выгодную сделку по соотношению риска прибыль. Спасибо. Это все. Есть еще один вопрос к вам от Елены Ивановой. Какой прогноз по паре доллар-рубль, основываясь на техническом анализе уровня для покупки и продажи на срок до конца года, плюс-минус квартал? О, боже мой, это такой вопрос, который, мне кажется, всю страну интересует уже с тех пор, как с 86. Давайте его кратко, но осветим. Кратко. Первое – тренд нисходящий, вы должны это понимать. Покупка на нисходящем тренде не рекомендуется. Это раз. Второе – продажи сейчас. Это продажи серии теории наибольшего дурака. Если смотреть на самый верх, то там сформировалась очень сильная разворотная формация под названием «двойная вершина». И если использовать ее как измеритель потенциальной цели, где может произойти разворот, это примерно уровень, сейчас я вам скажу, 63,5-64. Вот там при образовании бычьих моделей я бы… И при условии, что будет пробита наклонная линия тренда, если бы там на графике показали нисходящего, я бы рекомендовал покупать с целями в районе 71, возможно, 75. Причем, если посмотреть волновую картину, то мы получили наверх, насколько я понимаю, зигзаг, не импульс. То есть у нас конструкция зигзаг, зигзаг, импульс. С волновой точки зрения это похоже на плоскость. То есть это может быть уже завершенная тройка, и после этого будет обновление максимумов. Это может перерасти не в треугольник, как у нас было до 2008 года, такой долгий-долгий треугольник. В любом случае против доллара я не буду играть. Запомните, рубль – экзотика, доллар – это резервная валюта. Спасибо большое. Итак, ставка нашей фундаментальной команды. Владимир, пожалуйста, две минуты. Да, но я должен был, наверное, по идее сегодня фьючерс порекомендовать, раз Михаил поменялся со мной и порекомендовал. Если бы вы сговаривались, то вероятно. Нет, я фьючерс не буду сегодня рекомендовать. Я рекомендую, простите, покупки акций Facebook. Они у вас сегодня на РБК все хедлайны занимают. Думал, что будет сюрпризом, однако понял, что я не первый. Первый. Вкратце, в чем идея Facebook? Facebook капитализировал свои рекламные возможности. Для нас это трудно понять, потому что мы живем в экономике крупных госкорпораций, но США – это экономика в первую очередь малого и среднего бизнеса. Они на платформе Facebook нашли замечательную дешевую площадку для рекламы и маркетинга. Я был, честно говоря, скептично к Facebook настроен еще пару лет назад, но я увидел, что Марк Цукерберг смог именно капитализировать идею маркетинга. Facebook начал зарабатывать реальную прибыль. Вчера после основной сессии Facebook замечательно отчитался, кратный рост квартальной прибыли на акцию. Я думаю, что сегодня рост продолжится. И на американском рынке, особенно на фоне тех невнятных заявлений, которые вчера прозвучали от ФРС, Facebook может сегодня быть одной из таких ярких звезд. Вот, собственно говоря, видите, сколько времени осталось. Да, уровня, совершенно верно. Значит, 100 где-то 4 доллара за акцию – это промежуточный уровень, на котором я готов на этой неделе фиксировать. Но в целом я смотрю на эту акцию от средней до долгосрочной. Она оправдала ожидания того, что она будет принадлежать категории акции роста. И как акция роста она мне, в принципе, нравится на любом горизонте. Стоп, тейк профит. Нет, я... Прыжок опять без парашюта. Без парашюта, да. Ну, завтра посмотрим. И напоминаю, что в конце недели можете голосовать за понравившегося вам эксперта на странице телеканала Рыбака ВКонтакте. Сейчас напомню, что за команду технического анализа на текущей неделе борется Михаил Дорофеев, руководитель аналитического отдела спецпроекта «Вижн» хедж-фонда «Дрим Тим Инвестмент». За команду фундаментального анализа представляет Владимир Жанковский, директор аналитического департамента ИК «Окей Брокер». С вами была программа «Прометопозиции». Елена Хрупова, не переключайтесь. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова